Привет! Как дела? Многие из вас знают, что я обучалась фильммейкингу в первом своем университете в Лондоне. И сегодня я расскажу о своем первом предмете, который назывался documentary, то есть документальный фильм. Что такое документальный фильм? Это некая информация, которую должен донести автор, то есть режиссер кинофильма до зрителя при помощи рассказа в сопровождении соответствующих картинок. Чаще всего к таким фильмам относятся интервью, какие-то информационные сюжеты, ну и в принципе большие эпизоды из жизни того или иного человека, того или иного животного или какой-нибудь научной деятельности, например. В принципе, это направление кинофильма и стало моим любимым стилем в фильммейкинге, и поэтому сейчас на своем канале я в основном делюсь информационными сюжетами при помощи рассказов о чем-либо, а также в сопровождении картинок. Будь то стилс, то есть фотографии, или мувин пикчерс, то есть видео. Вот в принципе, вкратце, что такое документальный фильм и из чего он состоит. Ну а сегодня я хотела вам рассказать о своих первых уроках, то есть у нас была некая такая вступительная часть этого предмета. Нашего преподавателя по документальному фильму звали Ханс, он, по-моему, голландец был. И после вступительного урока и рассказа о том, что такое документальный фильм и с чем нам придется столкнуться, что нам придется снимать и как будут оцениваться наши работы, мы получили такое задание придумать, какой бы мы хотели снять документальный фильм. И каждый должен был сделать презентацию о том, какой фильм он хочет снять и чем он будет полезен людям и с какими задачами придется столкнуться. И так как мы в классе еще не были все знакомы, а в классе было около 60 человек на моем курсе, да, в университете у них вот такие потоки, в принципе, как и у нас. И мало кто друг друга знал еще, а нам надо было как-то объединяться в группы, потому что съемочная команда это 3-4-5 человек в группе. Режиссер, оператор, звуковик и так далее. И поэтому в качестве нашей первой зачетной работы мы должны были снять фильм вместе со своими однокурсниками. Но так как мы никого не знали, поэтому мы должны были предоставить презентацию о фильме, который бы мы хотели снять, и те люди, которые бы заинтересовались нашей идеей, вступили бы к нам в группу, и мы организовались бы по группам. И вот таким способом мне пришлось практически в первые дни своей университетской жизни выступать перед большой аудиторией студентов, среди которых 90% было англичан, а на тот момент мой английский язык еще не был таким уж хорошим, чтобы меня понимали англичане, а уж тем более молодежь, средний возраст которых был 21 год. Но тем не менее, кое-как выкрутилось, создала такие интересные картинки, на фоне которых я рассказывала свою идею. Итак, в чем заключалась моя идея? Так как на тот момент я уже активно работала фото- и видеорепортером в Лондоне, мне пришлось изучить такие риски, которые могут возникнуть в замкнутых помещениях или в тесной толпе, чтобы их можно было избежать и как-то выкрутиться. Ну, это по-английски называется safety and security, то есть ты должен просчитывать все риски, с которыми тебе, возможно, придется столкнуться в той или иной ситуации. И то, о чем я знала на тот момент, я хотела рассказать большой аудитории с помощью документального фильма. Поэтому моя презентация называлась Don't Panic. Я вышла выступать перед своим классом, представилась, сказала, как меня зовут, и сказала, что я из России. И извинилась, сказав, что мой английский не является родным, поэтому, возможно, он будет звучать косноязычно. И сказала, sorry for my French, то есть извините за мой французский. Чем, в принципе, так немножко подрослабила класс, кое-кто там ухмыльнулся даже. Но, тем не менее, люди стали слушать меня и как-то заинтересовались тем, о чем я рассказываю. Я им говорю, представьте, что вы находитесь на каком-нибудь концерте, на футбольном матче или еще где-то посреди своих друзей и наслаждаетесь их компанией. Вдруг внезапно звенит пожарная сигнализация. Что вы будете делать в первую очередь? Кстати, задавать вопросы на презентациях, привлекая внимание людей и попробовать получить какой-либо ответ. Это одна из фишек презентации. Если вы притягиваете к своим словам народ, чтобы он вслушивался в то, что вы говорите, это очень полезно. Тогда вас будут слушать и остальные более внимательно и внимать тому, что вы говорите. Ну, пару человек мне что-то ответило. Я выйду из комнаты, я убегу и так далее. И я продолжила свою презентацию тем, что сама предположила, что они будут делать в такой момент. Я сказала, скорее всего, вы ничего не будете делать, потому что вы полностью уверены, что это какая-то ошибка или что если что-то случилось, то вас выведут и спасут, так как вы находитесь в месте, где проходит какое-то мероприятие. В Англии это очень важный момент. Safety и security всегда присутствуют на всех мероприятиях, на всех организованных вечеринках, концертах и матчах. Но бывают абсолютно внезапные моменты, например, как теракт или еще что-то, что даже эти люди не смогут вам помочь. Поэтому вы должны знать сами, как помочь себе в той или иной ситуации. И вот я и спрашиваю, а что если вам никто не поможет, что же тогда делать? И говорю, что да, бывают такие случаи, это 5% статистики, что как раз-таки вот случаются такие непредвиденные ситуации, к которым не готовы даже те люди, которые должны вам помогать. И именно такие ситуации ведут к смерти. Дальше я привожу пример, что если бы на Титанике люди знали, что делать в ситуации, когда корабль пошел ко дну, они бы все выжили. Но так как они абсолютно не задумывались о том, что непотопляемый корабль может утонуть, никто даже и знал, что делать в тот момент, когда корабль пошел ко дну. Таким образом, я предложила ребятам создать такой фильм о технике безопасности, и что делать в тот или иной момент, если происходит какая-то непредвиденная, нестандартная ситуация. Как спасаться людям в тесной толпе, в горящем здании или в момент теракта? Какие шаги нужно предпринимать, чтобы выжить? Это как доктор, который точно знает, что нужно делать в той или иной ситуации, как лечить и что оперировать, если у пациента внезапно что-то происходит. Также и вы, я говорю им, должны точно знать, какие шаги вы должны предпринять, чтобы выжить. И я предложила создать такой фильм, где пожарный или полицейский нам бы рассказывал и о статистике, и о том, куда надо идти, и что делать в тот или иной момент, в той или иной ситуации. Также я привожу пример, что этот фильм будет интересен, актуален и полезен для всех категорий людей, для каждой возрастной группы. И ребенок, и пенсионер должны знать, как поступать в той или иной ситуации, если они находятся где-то в развлекательных учреждениях или вне дома. Ну, а также я предложила снять серии фильмов о том, как вести себя в толпе, о том, как вести себя на пожаре, о том, как вести себя в теракте, в воздухе, в воде, на суше, если что-то происходит из ряда вон выходящее. И привела в пример поговорку «Предупрежден, значит вооружен». Правда, я не знала, как перевести это на английский язык, и составила предложение сама, уж не знаю, поняли они или нет. Я сказала «If you weren't, you are armed». То есть, если ты проинформирован, значит ты вооружен. На картинке с пожарными, когда шли мои слайды, я долго не могла подобрать картинку, и в итоге получилось так, что пожарник стоял с обнаженным телом такой, и весь класс заржал просто над этой картинкой. Вроде бы такая серьёзная тема, да, и вот эта вот картинка. Я сделала это целенаправленно для того, чтобы как-то, во-первых, разрядить обстановку, а во-вторых, люди, те, которые даже не внимали тому, что я рассказываю, тому, о чём я говорю, вернулись обратно в тему и стали задавать вопросы и как-то внимать к тому, о чём я рассказываю. То есть, да, перед тем, как создавать презентацию, я всё-таки знала некие правила о том, как привлечь внимание твоей аудитории к тому, о чём ты говоришь. Поэтому, да, такую картинку я создала специально для того, чтобы люди проснулись, встрепенулись, и у меня это получилось. И, конечно, благодаря этой картинке мой класс запомнил, кто я такая, откуда я приехала и как меня зовут. Но, к сожалению, 21-летние ребята меня не поняли, конечно, у них жизнь только начинается, и они абсолютно не думают о том, что в любой момент могут умереть, если, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу случись какая-то непредвиденная ситуация, и они не будут знать, как делать. Поэтому за мой фильм мало кто проголосовал, и мне пришлось вступить в группу других ребят, которые предложили снимать документальный фильм о проблемах английских пабов. И мы вместе с ними ездили снимать один паб, где владелица нам рассказала, какие на данный момент существуют проблемы в этом бизнесе. Об этом фильме, как мы снимали и что мы узнали, я буду тоже рассказывать. Ну, а о том, как мне пригождались мои знания по технике безопасности в толпе и на многих мероприятиях, которые я снимала, я буду рассказывать тоже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok